сегодня мы вяжем очень красивый простой в исполнении узор я бы назвала этот узор базовый он идеально подойдет для вязания каких-то кофточек джемперов достаточно таких теплых плотных изделий также таким узором если вы будете вязать его из летних хлопковых пряжа можно связать например летний джемпер либо зимние изделия универсальный красивый необычный узор для вязания нам необходимо набрать четное количество петель 3 9 10 11 12 для образца набрала 12 петель и начинаем вязать с первого ряда узор можно конечно связать например резинку либо платочную вязку какие-то подготовительные ряды начнем вязать с первого ряда узор первую кромочную как всегда я провязываю лицевой закрепили край и вяжем 3 ряда лицевой глади первый ряд все петли лицевые и кромочная вяжу изнаночной второй ряд все петли мы вяжем изнаночной третий ряд мы вяжем все петли лицевой петлей такие три разграничительных ряда в этом узоре есть кромочную изнаночную и четвертый ряд кромочную мы снимаем самый интересный ряд правую спицу вставляя в пространстве между 2 и 3 петлей вытягивать длинную петлю рабочую не сейчас я переношу перед работой и мы вяжем 2 петли изнаночные 1 и 2 вот эту петлю которую мы сейчас перекидывали вытягивали вернее перекидываем через 2 изнаночные петли оставили далее то же самое между 2 и 3 петлей вставляем спицу вытягиваем длинную петлю рабочую нить переносим перед работой и следующие две петли мы провязываем изнаночной петлей 2 вот эту петлю перекидываем через 2 изнаночные скинули повторяем до конца ряда между 2 3 в пространство вставляем спицу вытягиваем петлю рабочую нить переносим перед работой и вяжем 1 изнаночная 2 и вот эту петлю перекидываем через 2 изнаночные в пространство между 2 3 петля перекинули рабочую нить перед работой провязываем 1 изнаночная 2 изнаночная длинную петлю накинули на 2 провязанные изнаночные и последний рапорт взор вяжется на самом деле быстро просто я вам показываю медленно на камеру кромочная сам узор образуется именно с лицевой стороны то есть мы вяжем его как бы вот этот сложный элемент с изнаночной стороны а узор образуется с лицевой стороны и сейчас снова вяжем 3 лицевых ряда 2 раппорта высоту все петли лицевой за правой стенки кромочная изнаночной то есть мы вот этот первый лицевой ряд провязали после вот этого петлевого узора и петли все выровнялись видите как аккуратно лежат еще два ряда сейчас ряд изнаночный все петли изнаночной петлей еще один ряд лицевые петли то есть эти вот лицевая гладь 3 ряда не как бы разграничительные дорожки являются и снова повторяем наш узор кромочную снимаем пространство между 2 и 3 изнаночными петлями вот он вставляем правую спицу вытягиваем длинную петлю переводим рабочую нить перед работой 1 изнаночная 2 изнаночная и вот эту петлю перекидываем на провязанные 2 изнаночные петли снова пространство между 2 и 3 петлей правую спицу вставили петля переводим рабочую нить перед работой так изнаночная изнаночная длинную петлю перекидываем через изнаночные петли и так до конца петля рабочая нить перед работой изнаночная изнаночная петлю длинную перекинули последний раппорт петля перекинули рабочую нить изнаночная изнаночная накинули длинную петлю на изнаночные кромочная то есть вот после вот этого ряда эти петли они достаточно такие некрасивые когда мы вяжем следующий лицевой ряд на его сейчас быстренько провяжу и знал и вот эти дорожки горизонтально они получаются ровно и аккуратно и красиво и петли подтягиваются эти петли потянулись и решить все аккуратно красивый узор в большом образце это другая пряжа смотрится просто очень красиво необычном даже немножко такой ажурный получается горизонтальные линии я бы назвала этот узор действительно базовым достаточно универсального назначения интересно необычно и достаточно простое в исполнении изнаночная сторона посмотрите какая аккуратная вот такой красивый узорчик получился если это видео вам понравилось не забудьте поставить пальчик вверх подписаться на мой канал если до сих пор не подписаны и пока пока до встречи в новых видео